Хочется поинтересоваться сейчас, как реагирует Запад на происходящее в Курской области на вторжение Украины на территорию России. Потому что я знаю, что на прошлой неделе было много разговоров, в том числе от господина Шольца, который говорил, что все готовилось в тайне, он ни про что не знал и не то, чтобы вроде как очень уж одобряет происходящее. На мой взгляд, реакция стран Запада совершенно адекватная. Она абсолютно отличается от того, что можно было бы ожидать в начале или в середине войны, ну в начале полномасштабного вторжения. И эта реакция точно не похожа на то, как реагировали западные страны на вторжение России в первый раз в Украину или на вторжение в Грузию и так далее. То есть абсолютно четкое понимание, что Украина имеет право это делать. Это абсолютно законная юридическая процедура. Да, безусловно, для того, чтобы все-таки иметь потенциал, хороший потенциал в таких контрнаступательных операциях, нужно минимизировать информационные утечки. В любом случае их нужно не обсуждать широко. К сожалению, мы с вами живем в информационную эру и здесь даже там неосторожно сказанное слово на любом уровне. Оно будет сразу же приводить к тому, что информация станет достоянием большого числа людей и, соответственно, они смогут там деленные решения принимать. Мы видим, насколько эффективна работает технология молчания, насколько эффективна работает технология разработки таких операций в очень узком кругу. Генеральный штаб и ставка верховного главнокомандующего, ну президент Украины, давайте объективно говорить. Конечно же, в курсе всех деталей был. И, соответственно, насколько это эффективно с точки зрения психологического влияния на российское руководство в том числе. То есть оно до сих пор находится в состоянии гроги, в состоянии шока, не готово быстро принимать адекватные решения и не принимает их до сих пор. Это уже более чем две недели идет, скажем так, операция в Курской области. Не знает, как на это реагировать, ну кроме информационных, конечно, заявлений о том, что вот завтра мы уже там всех просто выдавим без всяких вопросов. Но мы точно так же слышали с вами, что буквально... И Киев за три дня возьмем и так далее. Да, я как раз хотел сюда вас отправить и так далее. Поэтому я бы сказал так. Первое, реакция адекватна. Второе, реакция справедлива. Третье, наконец-то наши партнеры начинают говорить о том, что Украина действует строго в рамках юридических процедур, которые прописаны в виде международного права, который регламентирует ведение войны. Там это тоже регламентировано. И, соответственно, Украина имеет полное право либо наносить удары дальнобойным оружием по инфраструктуре войны на территории агрессора. Это абсолютно законно. Либо проводить сухопутные операции. В данном случае мы говорим о Курской области. С территории которой, расположенных возле государственных границ, наносились удары по Черниговской, северо-востоку, по всей Сумской области и по северо-западу Харьковской области. Наносились постоянные удары в объеме 500-600 обстрелов ежедневно. Сейчас, конечно же, интенсивность обстрелов резко упала. То есть всего вот этого артиллерийского, РСЗОшного на этих территориях нет. Есть баллистика, понятное дело. Есть тактическая авиация и управляемые авиационные бомбы. Но это уже немножко другая история. И тоже к решению этой истории мы тоже, я думаю, подойдем. Но при этом, насколько я понимаю, насколько я знаю, в Сумской области фиксируется какое-то невероятное количество обстрелов. Как раз вот после начала операции на том самом Курском фронте, который внезапно открылся на территории России. Михаил, я еще хотел спросить у вас. Очень много говорилось про то, что Украина не ставит своей целью оккупацию российской территории. Это было проговорено неоднократно представителями Украины, если не ошибаюсь, и вами в том числе. Но при этом на территории Курской области прямо сейчас уже в восьмой день действует комендатура, которую возглавляет генерал ВСУ Москалев. Как эти два факта друг с другом связаны? Абсолютно. Это логически правильно связанные факты. Смотрите, оккупация предполагает создание администрации, временных гражданских администраций, которые будут состоять из представителей оккупационной гражданской администрации, и, соответственно, брать на себя функции местных органов власти как таковых. Комендатуры же, военные комендатуры, это, соответственно, другая задача. Это обеспечение правопорядка на территории, которая находится под эффективным контролем вооруженных сил Украины. И это обеспечение, скажем так, гуманитарных миссий, которые на себя Украина обязана взять в рамках международного гуманитарного права. Какие это миссии? Это поставки медикаментов, ну, то есть медицинская помощь, давайте шире говорить. Это поставки продуктов питания, потому что, естественно, там не работает ни система сервисов, ни система магазинов, там, ну, ничего нету по большому счету. И это организация эвакуационных коридоров. То есть, грубо говоря, если люди хотят выехать из зоны ведения боевых действий, ну, то есть из территории Курской области, они могут это сделать не напрямую через линию фронта. Российская Федерация не открывает там никаких гуманитарных, зеленых, как угодно назвать, и коридоров, а может выехать через территорию Украины в направлении третьих стран и дальше уже выехать на территорию своего гражданства, ну, то есть Российскую Федерацию. Вот этим занимается комендатура, то есть обеспечение безопасности, в том числе гражданского населения, обеспечение гуманитарных задач, которые там возникают, безусловно, и, кстати, в эти комендатуры, безусловно, входят представители Министерства внутренних дел и представители Министерства реинтеграции, то есть социальных министерств, которые должны как раз на себя брать эти функции, и, соответственно, организация доставки тех или иных необходимых для элементарной жизни средств к существованию. Михаил, вот очень интересно стало сейчас, спасибо большое за эти слова. Я себе ремарку. Да, конечно. Смотрите, безусловно, Украина не ставит своей целью оккупацию этих территорий, в этом нет никакой необходимости, мы не занимаемся оккупационной войной, мы не хотим эти территории брать под длительный контроль. Эти территории будут находиться под контролем Украины ровно столько, сколько необходимо для обеспечения, и это важно, об этом президент Украины неоднократно говорил, для решения или обеспечения ключевой задачи, которая в том числе решает эта операция. Это обеспечение безопасности приграничных территорий Украины, то есть гражданского населения, проживающего на этих территориях. То есть, соответственно, целесообразность нахождения на территории Курской области определяется возможностью обеспечить безопасность приграничных территорий Украины. Вот так надо рассматривать. То есть, как только заканчивается, ну вот этот сам факт угрозы гражданского населения Украины, заканчивается сам факт нахождения Украины на этих территориях. Но опять же, сколько времени это будет продолжаться, это зависит от хода войны как такового, потому что Российская Федерация в лице своего руководства, конечно же, до сих пор неадекватно воспринимает и события в Курской области, ну и события в войне в целом, это безусловно. Да, с этим спорить сложно. Михаил, мне стало невероятно интересно, вот вы начали говорить про то, что куряне, жители Курской области, которые сейчас находятся на территории, которую контролирует Украина, могут выехать на территорию Украины, и оттуда в третьи страны. Но я не могу не отметить, что все те третьи страны это Евросоюз, и доступ туда россиянам крайне затруднен, и велик шанс, что они останутся на территории Украины. А какой у них статус вообще будет, когда они окажутся, или уже оказались, я уверен, что такие уже есть случаи, на территории Украины? Кто они там? Сейчас как раз таки и юридическую, и транспортную логистику разрабатывают соответствующие министерства, ну то есть они должны ответить как раз на эти, которые вы ставите, то есть если люди приезжают, где они будут находиться, понятно, что они не будут там расселены в свободном плавании, если так можно выразиться, да, то есть понятно, что они будут сконцентрированы в каких-то местах, и дальше уже будут транзитироваться через третьи страны, мы не можем их оставлять на своей территории. Опять же, еще раз, международное гуманитарное право очень четко регламентирует отношение к некомбатантам, ну то есть гражданскому населению, той территории, которая находится либо в зоне ведения боевых действий, либо находится под эффективным контролем стороны, которая там ведет оборонительную войну, ну или там другую любую войну. И так далее. Соответственно, для нас они являются только транзитивными гражданами Российской Федерации, которые вынуждены находиться на нашей территории, будут находиться, пока таких случаев еще нету, будут находиться и, соответственно, они далее должны быть транспортированы через третью страну, потому что прямой связи с Российской Федерацией у нас нету, на территорию Российской Федерации. Как раз-таки сейчас в рамках задач, которые ставит и определяет президент, и в рамках международного гуманитарного права сейчас разрабатываются возможности, это будут, наверное, какие-то места компактного нахождения людей, потом они будут в рамках договоренности с третьими странами иметь возможность, вот опять же, без присутствия в этих странах, просто транзитивно проехать в виде транспортного коридора. Михаил, и хочется еще уточнить один момент. Россия хоть как-то участвует в каких-то, может, переговорах или намеках хотя бы на какие-то переговоры именно по ситуации в Курской области? Мы знаем, что все-таки какие-то группы встречаются, какие-то разговоры и переговоры ведутся, затрагивается ли в них население обычных курян, которые находятся сейчас на контролируемой Украиной территории? Мне кажется, вы, даже вот в вашей тональности слышу некоторую иронию, вы прекрасно понимаете, что для субъекта Путина Курская область отсутствует как зона того или иного необходимого внимания. И точно так же для элит она отсутствует, то есть они не рассматривают вот эти гуманитарные проблемы, которые возникают в зоне ведения боевых действий, как таковые, которые требуют какого-то существенного внимания и, соответственно, какого-то участия. Нет, конечно, Российская Федерация в этом не принимает никакого участия, она не обсуждает ничего, кроме одного аспекта, и это тоже хорошо, это аспект обмен пленными, потому что на территории Курской области очень много пленных, это прежде всего солдаты срочной службы, это прежде всего солдаты, которые имеют отношение, ну я не знаю, даже назвать их солдатами вряд ли можно, те, которые имеют отношение к Чеченской Республике, ну то есть это группы, назовете, как вы считаете нужным, это группы, которые считаются, что они имеют отношение к Кадырову, ну имеется в виду военные Кадырова и так далее. Вот в рамках обменных процессов это обсуждается, ну то есть там, как это можно осуществить и так далее и тому подобное. Все остальное, все другие гуманитарные аспекты с Российской Федерацией не обсуждаются, она их не инициирует, и она вообще относится к этим территориям, как к территориям, которые не требуют дополнительного внимания. Требуют дополнительного внимания только возможность переброски в Курскую область каких-то воинских подразделений, готовых оказывать сопротивление, и дополнительное увеличение фортификационных сооружений по тем линиям, которые находятся далеко от линии государственной границы. Вот чем занимается, соответственно, вот эта комиссия, которая возглавляет Монтуров или Мишустин, я уже не готов сказать. Ну там они перекидывают ответственность, как картошку горячую, как в старой игре, просто Путин назначает, назначает, они все отказываются и отказываются. А, Дюмин, извините, Дюмин, вспомнил. Да, Дюмин и Евкуров, да, вот они занимаются обеспечением главного формирования такой себе линии обороны на территории Курской области, чтобы Курская область не была вся под фактическим контролем Украины. Здесь мне понятно, что они делают. Все, что касается гуманитарных аспектов, Россия не проявляет какой-то особой заинтересованности в судьбе граждан, которые остались на территории, где идут активные боевые действия. И, соответственно, Украина, опять же, еще раз, об этом президент Украины на ставке Верховного Главнокомандования поставил определенные задачи, берет на себя ответственность, гуманитарную ответственность в рамках международного гуманитарного права как раз-таки оказывать вот эту гуманитарную помощь, привозить необходимые медикаменты, продукты питания, ну и, соответственно, заниматься проработкой, юридической и транспортной проработкой, как я сказал, да, логистических коридоров для эвакуации граждан через третью страну в Российскую Федерацию. Михаил, и напоследок хочется одну тоже такую гуманитарную и, честно говоря, довольно сложную тему с вами затронуть. Смотрите, очень много говорится про то, что Украина действует в рамках и в согласии с международными гуманитарными нормами. Мы знаем, что на большую часть обвинений в совершении неких военных преступлений, какое-то неправомерное использование той или иной техники, Украина отвечает, что такие факты обязательно будут расследованы, будет вынесено какое-то решение. И вот, значит, три недели назад, 6-го числа, начали появляться видео с расстрелянными машинами мирных жителей Курской области. И у нас есть рассказ одного из переживших подобную атаку. Он довольно короткий. Давайте послушаем его вместе. А после этого будет вопрос. Мы эвакуировались из села Куриловка. Эвакуировались, приняли такое решение и эвакуировались на двух машинах. В одной машине в Ниве ехал я, во второй машине ехала моя жена Нина. И ее мама, и матюша, сын наш. Ему 1,8. Нина была беременна на втором месяце. Машину расстреляли. Беременная девушка погибла. Этот человек говорит, что это были украинские военные. Российских там не присутствовало. Это мы видим и по сообщениям украинских сводок и украинской информации. Вопрос, будут ли такие вещи расследоваться каким-то образом, и как можно будет узнать о результатах подобных расследований? Три сразу, скажем так, пункта подчеркну. Первое. Безусловно, Украина будет расследовать все подобные инциденты, если они в реальности существовали. Украина обязана их расследовать. Опять же, Украина только что, напомню вам, ратифицировала римский статут. Ну и, соответственно, присоединилась к концепции Международного криминального суда. И она, конечно же, крайне заинтересована в том, чтобы все обстоятельства подобных инцидентов всегда расследовались. Это первое. Второе. Не забываем, что это зона ведения боевых действий, интенсивных боевых действий. Это не тот тип вторжения, который сопутствовал российскому вторжению в Киевскую область, когда подобные инциденты, когда не было активных боевых действий, когда Россия просто намеренно это все делала в Киевской области. Я имею в виду и Буча, и Ирпень. И Буча, и Ирпень, конечно, да. Да, безусловно. И, на мой взгляд, вот эта попытка сейчас отзеркалить ту историю. Ну, то есть, как бы... И это третий. То есть, не забываем, что нужно действительно скрупулезно четко подходить к оценке информации, которую мы с вами видим, для того, чтобы все-таки отделить правду от неправды. Ну и опять же, пункт второй вернусь, да. Это все-таки зона ведения боевых действий, где Российская Федерация активно применяет артиллерию, авиационные управляемые бомбы. То есть, по территории Курской области она это применяет. И, соответственно, наносит удары по гражданскому населению в том числе. Точно так же, как наносит удары по гражданскому населению на территории Украины, ну, Сумская, если мы говорим об этом регионе, Сумская, Черниговская и Калининская области. Точно так же она наносит удары сейчас по Курской. Ну, Белгородская область все время находится под ударами и так далее. Поэтому я бы скрупулезно проверял все факты, очень тщательно проверял, и Украина крайне заинтересована в прозрачности следственных действий любых. Почему? Вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос. Мы являемся членами коалиции демократических государств. Мы не можем себе позволить там утаить что-то, недорасследовать что-то и так далее и тому подобное. Ну что ж, надеюсь, что мы узнаем правду. И спасибо большое, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Спасибо. 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 Продолжение следует...